Приветствую вас. Диалог о вашей проблеме мне бы хотелось начать с того, что вы называете предательством и считаете, что вас предали. Вообще говоря, многие люди не совсем верно понимают феномен предательства. Вот вы говорите, что 8 лет вы встречались с молодым человеком и после этого он вас предал. Понимаете, что есть предательство по своей сути? Предательство по своей сути можно разделить на два вида. Первый – это поведение человека, как бы сказать, по ошибке. То есть человек случайно в результате ряда обстоятельств, ряда сложившихся условий вредит своему любитому человеку и в результате тот начинает испытывать боль, а тот, кто предал, соответственно переживает, хочет их все исправить. Если человек видит раскаяние и так далее, вы можете видеть у него раскаяние и так далее. В этом случае молодой человек нисколько не раскаивается, наоборот, он очень быстро нашел вам замену. Это значит, что вам он уже не дорожил, вас он уже не любил, а вы, называя его любимым человеком, скорее всего, представляете себе кого-то другого, не его. То есть когда-то, когда-то он, безусловно, вам был любимым, близким и так далее, когда-то. Но с той поры кое-что изменилось, с той поры многое поменялось. И он уже теперь другой. Он уже теперь не тот, каким он был раньше. И именно эти моменты, то есть вот моменты его изменения, вы упустили. И соответственно, упустив эти моменты, перестали, перестали адекватно оценивать человека. И из-за этого прибивали в иллюзии, относительно того, что он из себя представляет. Прибивали в иллюзии, вы почему? Потому что вам это что-то давало. Смотрите, вы пишете, значит, что вы надеетесь, что у них там все развалится, и, собственно, вы сможете вернуться. То есть вы для себя считаете возможным, после того, как мужчина вас бросил, как вы говорите, предал вас, вы считаете возможным к нему вернуться. Не сложно, наверное, ну, я надеюсь, по крайней мере, что не сложно проследить мою мысль. Если вы желаете вернуться к человеку, после всего, что он сделал, значит, вам очень нужно что-то, что вы получали с ним. И именно это же, то, что вы с ним получали, доставляло вас игнорировать его изменения, которые с ним происходили. Вот, значит, эти моменты являются первыми, о чем вам стоит сказать. Значит, вы от него были зависими, явно были зависими, потому что, ну, вы уже полгода не можете прийти в себя. И, скорее всего, в себя вы не придете до тех пор, пока не оцените, не увидите то, в чем вы нуждались, в чем вы нуждаетесь. Через молодого человека, какие вы свои желания и потребности удовлетворяли через него. И когда, если вы их осознаете и начнете удовлетворяться настоятельно, тогда можно говорить о том, что вам будет легче. Пока что речь идет о неравных отношениях. На неравенство указывает то, что вы тяжело переживаете его предательство. На неравенство указывает то, что вы вообще считаете предательством. На неравенство указывает то, что вы готовы вернуться к нему после всего, что он сделал, то есть его простить. Вы это делаете для себя. Ваш мужчина не является предателем, почему? Потому что он действует в своих интересах. Он не рассказывается в том, что сделал. Он не переживает за вас. Он поступил так, как диктует ему его интересы. То есть для него это поведение нормальное. А значит, он не тот человек, которого вы называете любимым. Потому что любимый так бы никогда не поступил. По крайней мере, любимый человек, ну как-то сам постарался бы расстаться по-хорошему. Но не так, как вы говорите предательство. И это означает, что вы хотите вернуться к тому, кто есть только у вас в сознании. К образу того человека, который в действительности существует. В реальности того человека, к которому вы хотите вернуться и к которому вы хотите быть, нет. К сожалению. И пока вы будете лелеять этот образ, вам будет тяжело. Пока вы будете лелеять этот образ, вы не сможете прийти в себя, оправиться и продолжать заново жить. Точнее даже не заново. Это вот точно неправильный момент, о котором вы сказали. Не заново. Вы приобрели опыт или его еще не осознали. Но рядопыт делает вас мудрее, богаче, полнее и вы уже не повторите тех ошибок, которые совершали. Нельзя начать заново жить. Дальше. Что касается общих друзей. Если общие друзья, фактически, тоже ушли, как вы говорите. Значит, они друзьями никогда не были. Вам. И общались с вами как бы за компанию. Ага. Потому что с вами был ваш молодой человек. То есть эти люди не друзья. Знакомые, там случайные спутники, да. Но не друзья. А вам нужны ваши личные собственные друзья. Которые дружили бы только с вами. Почему у вас их нет? Нужно разбираться. Полагаю, есть на это причины. Теперь по поводу того, что вы пишите про работу. Нашу работу на работе ценили высоко. Но замеры нашли тоже быстро. С работой вообще непонятно. Вы оцениваете поведение руководителей той организации, компании, в которой вы работали, как предательство по отношению к себе. Этот момент вы подробно не скрываете. Так как не скрываете подробно почему и как распались ваши отношения с молодым человеком. Но. Если там все более-менее понятно. То есть там ваши личные желания, ваша личная заинтересованность. В зависимости от мужчины и так далее. То есть что касается работы. Люди, которые занимают руководящие посты в том месте, где вы работали. Просто так бы вас не уволили. И просто так бы замену, как вы говорите, вам бы не нашли. Если это произошло, значит случилось что-то, что сделало выгодным для этих людей смену кадров по отношению к вам. Выгода для профессиональных отношений стоит на первом месте. Ничего личного, только выгода. Вам эту выгоду нужно понять. То есть понять, почему вместо вас предпочли другого сотрудника. И сделать так, чтобы больше этого не произошло. То есть чтобы вас не заменили вот так еще раз. Либо просто понять, что вам никто не должен был, вам никто не был обязан на рабочем месте. С вами работали, пока это было выгодно. Перестало быть выгодно, с вами перестали работать. К сожалению, закон бизнеса и ведения дел именно такой. И от него никуда не держат. Другое дело, что вы сами, может быть, за эту работу держались так же, как и в первом случае, в случае с молодым человеком. Когда вы держались за молодого человека, за своего очень сильно. И надеетесь, что вы вернетесь к нему. Так вот, и с работы то же самое происходит. Для вас работа имеет личное значение. То есть это не реализация ваших профессиональных навыков. Это не реализация вас, как субъекта деловых и трудовых отношений. Это именно реализация ваших желаний. Попробую немного привести пример, показать на примере, ну и проиллюстрировать на примере свою мысль. Предположим, что человек, который хочет заниматься определенного рода деятельностью, устроился на работу. Он работает для того, чтобы реализовать себя. Он работает, потому что ему нравится то, что он делает, и естественно нужно зарабатывать деньги. И человек, конечно, это идеальный случай. Человек, занимаясь тем, что ему нравится, и получая за это деньги, достигает сразу нескольких целей. Во-первых, он приобретает навык, опыт в той традиции, которая у него сейчас, которую он осваивает. Во-вторых, человек получает средства для жизни. И в-третьих, налаживает профессиональное общение с людьми. Это те цели, которые естественны для занятия профессиональной деятельностью. Человек ничем не уступает другим сотрудникам. Даже если есть кто-то выше его по иерархии, то все равно он ничем не уступает другим людям. Но если этот же самый человек пойдет на работу для того, чтобы что-то себе доказать, или потому что он боится, что, например, у него больше ничего не получится, что он больше ничего не сможет и так далее, то понятно, что и к этой работе, и к людям он будет относиться совсем по-другому. И это не делает его равным другим коллегам. И вот если у вас есть что-то такое, что заставляло вас, помимо всего прочего, держаться за эту работу, что вы считаете, что вас предали, то вот от этого нужно и избавляться. Это личное. Например, неуверенность в себе, пониженная самооценка, желание что-то доказать, это личные мотивы, которые очень могут быть достаточно сильно негативно скажутся на профессиональной деятельности. И если руководитель заметит подобную тенденцию, он такого сотрудника может уволить именно по причине того, что этот сотрудник, ну скажем так, лишен отстраненности в том, что он делает. У него больший личный интерес. И это мешает работе. Личный интерес, то есть личная мотивация, то есть использование работы для доказывания что-то самому себе. В известной степени доказывает через работу свою полноценность, свою состоятельность, это хорошо. Но воспринимать работу как что-то, что дает вам ощущение внутреннее такое, которое без работы у вас исчезает, нельзя. Работа это просто работа. Это средство заработка денег, это средство реализации профессиональных навыков, это средство самоактуализации и развития. Но это не средство для оккупирования своих внутренних конфликтов, проблем, страхов и переживаний. Это не аргумент в споре даже. И вот если эти моменты вам близки, их нужно разобрать. Ну вот и получается, что и в личной сфере и в профессиональной сфере у вас излишняя личная заинтересованность. То есть, по сути, завязанность на себе. Работа вам была нужна для чего-то лично, для себя. Молодой человек вам был нужна для чего-то лично, для себя. И в итоге вы все это потеряли. Потому что молодому человеку, наверное, это не нравилось. Или он подтверждствовал, что вы через человек с нему привязаны и перестал вас ценить. Ну а на работе тоже произошли какие-то обстоятельства. То есть, никакого предательства ни с той, ни с другой стороны по сути не было. Было неправильное восприятие и той, и той сферы жизни. Было неправильное отношение и неправильная постановка цели. Наношение, выполнение одних задач на неподходящие для этого средства. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, Обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!